Неподдельный интерес вызвал у брещан и представителей бизнес-сообщества Беларуси Международный форум SMM Life. Организаторы долго готовились, поэтому за несколько минут до начала волнение все же присутствует. Настроение боевое, волнительное, но все будет хорошо, мы все рады вас видеть вообще здесь. И ну удачи нам всем. Тем временем участники форума с удовольствием знакомились с образовательными площадками, расположившимися в фойе общественно-культурного центра. Приобретали литературу, делали фото на память. Среди гостей и победителей нашего инстаграм-розыгрыша, которые пришли за знаниями. На таком мероприятии Александра Митрошина. Я знаком с ней заочно, потому что я купил одну коучинговую программу, и она там рассказывает по инстаграму. А здесь буквально эта звезда, это кумир, просто я просто знаю, сколько стоит ее обучение, сколько ее стоит индивидуальная консультация, а здесь просто попортило, повезло, вот выиграл и попал на такое протое мероприятие. Масштабным, зрелищным и очень интересным получилось общение публики со спикерами. В программе только те, кто на своем опыте смог проверить и убедиться. СММ – один из важных инструментов стабильного развития. И чем эффективнее он работает, тем быстрее на рынке появляется индивидуальный бренд, либо компания. В СММ без стратегии очень сложно. Да и в любом бизнесе без стратегии далеко не уедешь. Скажем так, те 9 из 10 компаний, которые умирают и попадают в статистику в качестве трупов, они в основном умирают из-за того, что не знали, куда собственно они будут двигаться, когда создавались. В первую очередь поэтому. Социальные сети как форма презентации своих товаров и услуг. Сегодня это форма востребования официальных сайтов. Такая интернет-площадка, как одноклассники, уже успела оценить это, проведя контент-анализ. Основная игра это все-таки люди около 40 лет. Это значит, что люди, у которых есть деньги, они готовы покупать. Покупать вообще все. Ну, то есть купить квартиру, автомобиль, какие-то предметы для дома интерьера, для своего ребенка и так далее. Это все так целевой аудитории, которая находится в одноклассниках. Поэтому 55% аудитории одноклассников это Минск, 45% это остальная страна. Ну, то есть у тебя есть такой миф, что одноклассники это большая аудитория, которая сидит где-то в области, в деревнях. Нет, это абсолютно не так. Это абсолютно столичные жители, которые живут рядом с вами. Большое количество спикеров побывали на сцене общественно-культурного центра. 8 часов нереально позитивного общения прошли на одном дыхании. Однако особенно участники форума ожидали встречи с Александрой Митрошиной, хедлайнером мероприятия. Все о личном бренде и продвижении из первых уст. Я делю успешный личный бренд на две части. То есть как его составить? Первая половина его это интересный контент, который вы даете людям. И вторая половина это умение привлечь внимание к этому контенту. Потому что мало делать контент, нужно уметь его продвигать. И нужно уметь привлекать к нему людей, которые готовы его потреблять. По всем вопросам, которые я проводила, люди предпочитают, чтобы блогер частично дублировал текстом то, что он говорит в сторис. Либо основную какую-то мысль описал, либо прям фептикредел полноценный, либо просто дополнял то, что сказано. Потому что по разным оценкам от 30% людей смотрят сторис без звука. Им важно понимать, что происходит сейчас и о чем говорит блогер. Предпринимателями не рождаются, ими становятся при постоянном самообразовании, уверен Александр Митрошина. Умение эффективно использовать организационные и материальные ресурсы становится ключом к достижению успеха. Полученные знания станут базисом для успешного развития собственных бизнесов. Для организаторов же это задел на будущее. Первый серьезный шаг уже сделан. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Павел Молшинок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok